Итак, начинается очень серьезный процесс, процесс формирования нового бюджета на 2018 год. 29 сентября проект бюджета будет внесен в Государственную Думу, и тогда начнется работа в комитетах. А 27 сентября мы будем рассматривать на пленарном заседании Государственной Думы исполнение бюджета 2016 года. 2016 год давно ушел, скажете вы, зачем? А дело в том, что мы должны знать, на какие грабли нам нельзя больше наступать. Поэтому очень внимательно рассматриваем этот вопрос, дабы при формировании бюджета 2018 года избежать тех ошибок, которые у нас сегодня все-таки имеют место быть. Сегодня в Государственной Думе, очень, кстати, напряженная повестка дня, рассматривает достаточно много законов, касающихся изменений в налоговый кодекс Российской Федерации. И вообще в последнее время налоговый кодекс и бюджетный кодекс постоянно находятся в таком процессе изменений, потому что к бюджету 2018 года нужно подготовить нормативно-правовую базу. Дело в том, что мы должны совершить некую перезагрузку наших подходов к налоговой системе и к бюджетной системе, особенно к межбюджетным отношениям. Вот сегодня мы рассматриваем некоторые законы, которые вносят изменения в налоговый кодекс. Ну, например, такой закон, как закон Tax-Free. Много об этом говорили, вот сегодня мы будем его рассматривать. Это освобождение от налога на добавленную стоимость иностранных граждан, которые покупают товары в нашей стране, значит, и они могут иметь вот такое право освобождения от этого налога. Прописана этим законом вся процедура, как это может быть, а меня, знаете, немножко смущает только вот что. Дело в том, что когда формируется реестр и в этом реестре прописывается вся информация, которую нужно подать налоговым органам, там 9 наименований информации. И вот лично я подумала бы, значит, или мне переплатить, или мне иметь головную боль, когда я вот эту информацию всю начинаю собирать. Закон Счетная палата Российской Федерации – это закон о усилении парламентского контроля. Счетная палата теперь может и должна, значит, свои заключения давать на исполнение бюджета государственных внебюджетных фондов. Раньше этого не было, теперь вот появилось. Значит, и ряд других законов, которые сегодня имеют место, значит, изменить вот налоговые подходы. Но эти все законы, которые мы сегодня рассматриваем, они, к сожалению, не меняют системы. Мы-то чего ждали? Мы ждали, что налоговая система изменит, ну, так скажем, процентов хотя бы на половину, процентов на 50, те подходы, о которых говорил президент. Это так называемая перенастройка налоговой системы. Сегодня предприятия не имеют инвестиционного ресурса, сегодня предприятия не могут получить кредит, потому что очень дорогие у нас кредиты. И сегодня предприятия не могут реализовать свою продукцию, потому что у нас очень низкий уровень потребительского спроса. И поэтому, естественно, нам надо вот эти проблемы решать. Более того, регионы, сегодня у регионов не остается денег вообще на собственное развитие. Вот эту проблему надо решать. К сожалению, мы занимаемся такс-фри, это надо, никто не спорит. Но где структурные системные изменения налоговой системы и межбюджетных отношений? Этого, к сожалению, нет. Вот при принятии бюджета 2018 года во весь рост снова встанут эти же проблемы. Это те грабли, о которых я уже говорила сегодня. Поэтому мы считаем, что сегодня нужно пересматривать как налоговую систему, так и межбюджетные отношения в сторону увеличения преференций именно для регионов и для предприятий. Сегодня в рамках правительственного часа будет рассматриваться вопрос о результатах деятельности МЧС. В целом, итоги деятельности ведомства можно рассматривать как положительные. 230 тысяч человек ежегодно спасают работники МЧС. Это огромная цифра. В прошлом году я участвовал в работе штаба по поиску борта МЧС ИЛ-76, который разбился при тушении лесных пожаров в Иркутской области. Я воочию убедился в самоотверженности и героизме сотрудников МЧС, которые с реальным риском для своей жизни спасают жизни людей. Вообще, деятельность по тушению пожаров является одной из главных в работе ведомства. И здесь есть ряд положительных сдвигов. Ежегодно снижается количество пожаров, ежегодно снижается количество погибших при пожарах. Но есть и одна системная проблема. То, что касается лесных пожаров, МЧС несет ответственность только в том случае, если они затрагивают деятельность населенных пунктов. За рамками границ населенных пунктов ответственность несет целый ряд ведомств. И это порою вызывает неразберюху и безответственность. И, как следствие, мы видим ежегодный рост сгораемых лесных площадей. Если в течение 10 лет в среднем у нас сгорало более миллиона гектаров леса, в течение последних трех лет уже 2,5 миллиона гектаров леса, то в этом году мы установили своеобразный рекорд за отчетный период. За последние 8 месяцев сгорело уже около 4 миллионов гектаров леса. Решение этой проблемы находится в направлении централизации функций и ответственности за тушение всех пожаров в рамках одного ведомства. Мы считаем, что в МЧС есть опыт соответствующий, есть техническое оснащение, есть технологии по организации этой работы. И в рамках правительственного часа мы будем рекомендовать и предлагать передать все функции по тушению всех пожаров МЧС. Сегодня планируется в повестке дня стоит вопрос о внесении изменений в федеральный закон о знаменательных датах и памятных днях России. 2 сентября в федеральном законе, о котором сейчас я назвал, есть 2 сентября, конец Второй мировой войны. Но ситуация вот какова сложилась. У нас нет, Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года, а закончила 2 сентября 1945 года. Есть одна дата, это 8 мая 1945 года, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Есть акт о капитуляции, о безоговорочной капитуляции Японии, который был подписан 2 сентября 1945 года на американском линколье Миссури. Но, к сожалению, часто вот в этом акте отсутствует слово безоговорочное. И поэтому называется закон о капитуляции. Капитуляция, она бывает и простая, и закрытая, и не столь важная. Просто закончились боевые действия. А безоговорочная капитуляция, это говорит о том, что и силы вооруженные сдают на милость победителя, и материальное благо, и люди, и так далее. И вот в феврале 1945 года и в августе 1945 года состоялось 2 конференции. Одна ялтинская, другая подсдамская. На которой принималось решение о распределении, отделении будущей Европы между победителями. А подсдамская конференция приняла своеобразную декларацию, в которой указывалось, что в случае победы над Японией, то за Японией остается несколько островов, а часть островов, 4 Курильской гряды и Южный Сахалин, переходит к Советскому Союзу. Так вот, когда, вот в этом законе, о котором говорю, там отсутствует позиция победа над милитаристической Японией. 9 августа 1945 года, вот по решению Ялтинской конференции, Советский Союз объявил войну Японию. Война шла скоротечно. Было проведено несколько наступательно-стратегических операций, и за 24 дня Квантунская армия, миллионная армия, была повержена. Сегодня вносится в закон добавление, называется так, день победы над милитаристической Японией, день завершения Второй мировой войны. Тем самым будет для нашего народа справедливое определение, что закончилась Вторая мировая, и закончилась она двумя великими победами. Победой над фашистской Германией в Европе и победой над Японией, это на Востоке. И после принятия этого закона, тогда инсинуации победителя к побежденным и побежденных победителей не будет. Потому что современная Япония, она ставит определенные условия, что договор о дружбе будет заключен в условиях возврата этих четырех островов и Южного Курила. Это неверно, неправильно. И для того, чтобы несправедливость решить, вносится предложение об изменении в закон о датах военных и памятных.